всем привет сегодня мы наконец-таки добрались до ганаша для мастики крем под мастику и для него нам нужно глазурь глазурь бывает более дешевая и более дорогая вот это наша советская на 190 рублей стоит килограмм в зависимости от того где вы покупаете муж дороже может дешевле и вот это подороже кариба она более мелкая можно брать как одну как так и другую полностью я сегодня попробую пополам поделить потому что с этой глазурью более мягкий ганаш получается и легче выравнивать потому что не так быстро застывает если с этим полностью делаем глазури того глазурь на карте на холодном хватается намного быстрее и если нету навыков быстрого выравнивания то можно немного помучиться поэтому смотрите сами я делаю сегодня пополам и масло если здесь у нас в общей сложности 300 грамм томаса берется два раза меньше 150 грамм масла масса должно быть комната температура ни в коем случае не холодная не прохладная именно комнатной иначе если мы наш растопленный ганаш будем добавлять масло прохладное то сразу начнутся комки мы испортим на пройдется опять суда надо пить мы не испортим ну по крайней мере будет не очень удобно работать надо будет исправлять это принципе испортит ганаш невозможно даже если вы перетопить шоколад сейчас мы добавляемся стеклянную кастрюлю потапливаем наполовину ганаш и после этого мы просто перемешиваем то что если мы будем ждать пока она все нагреете то потом долго ждать пока она остынет так я поставила кастрюлю вода не должна касаться одна кастрюля естественно закипит можно сделать просто чтобы она была поменьше температура вода уже закипела мешаем нашу глазурь конечно если вы растопите и не угадайте температуру если у вас она тепленькая уже стала глазурь после растопления то если у вас температура стала очень горячим было еще более горячее масло после того как выкинули в глазу сильно растопилась стала жидким ваша смесь не страшно подождете она остынет также забивайте миксером и все будет хорошо если даже вы растопили масло в глазури в этой ничего страшного нет некоторые то свернулась у этого есть уточнение то просто ждете по просты нет и все ничего страшного там нету ну естественно если она совсем остыла то вы масло уже сюда не мешаете это в любом случае можно растопить даже с маслом полностью подтопить опять дождаться пока на все растопится потом остынет и тогда взбить миксером если у вас после выравнивания торта осталась глазурь уже готовый ганаш этот с маслом и вы здесь на его не выбрасывайте выложите его лоточек закрываете крышкой плотно и отправлять в морозилку после того как она у вас там постояла замерзла вам нужно следующий торт вытаскиваете можно оставить при комнате температуре постоять чтобы она стала мягким можно также опять пробить миксером до однородности можно в микроволновке несколько секунд растопить опять пробить миксером и вас будут готовы ганаш то есть если хотите быстрее можно заранее вообще сделать ганаш но потом просто его привести рабочее состояние принципе вот нам хватит топить иначе нам придется долго ждать все теперь мы ждем пока глазурь остальная под растопиться мы ее перемешиваем периодически ждем пока она достигнет примерно ну 32 33 градуса ну чтобы она была такой температур чтобы масса наша не растопилась вообще полностью даже если вы и растопите массаж говорила уже что не страшно подождите пока остынет забьете и все будет ok до нас уже подостыл я думаю что нет смысла ждать даже до 32 градусов я чувствую что на 38 даже уже нормально никогда не засекала вот решила засечь поэтому если нет термометра попробуйте рукой она должна быть теплая кастрюля так естественно когда он остывает стараемся сейчас со стены потому что это будет быстрее хвататься и тогда у вас могут быть слишком жесткие крупинки теперь мы сюда отправляем быстро масло и сразу же взбиваем я периодически останавливаю миксер и освещаю со стенами можно уже оставить вот такой глазурь естественно глазурь это ганаш можно сделать на любом любой глазурь и также на шоколадный коричневый если шоколадная начинка я делаю на шоколад на шоколадном глазурь если белая начинка то делаю на белом шоколаде в принципе правил нету но мне так больше нравится можно еще немножечко совсем сбить тогда будет вообще прекрасно она даже если так вот ее оставить в комнате гатуре она чуть-чуть стабилизируется сама торт она должен быть охлажденный чтобы нам было удобнее работать он быстро застывал его глазурь и так наш холодненький тортик вытащили вооружимся такими инструментами и начинаем наносить на нас сразу смотрите его надо сразу размазывать никаких вот таких вот вот таких вот бугров мы не оставляем на чего потом это просто не разровняете то есть сразу все выравниваем все это не крем помните да у вас глазурь с маслом который застывает в камень на дочке поэтому здесь будьте внимательны сразу его разравниваем помните шашпатель мы держим ровно не вот так не вот так не вот так как то еще там по всякому придумывают люди держать девочки могут движение у нас только вот так стороны в сторону чтобы у нас идеально выравнивался сразу торт один край мы прижимаем и проводим если другую сторону хотим провести также этот раз отрываем а этом этим проводим если будете возить вот так вот то просто будете рвать торт ну это быстро можно привыкнуть пара тортов выровняйте все будет прекрасно этим шпателем мы можем все тоже помогать но это со временем когда уже основной базовый слой у нас нанесен вот это количество 300 грамм глазури 150 масла хватает на один тортик также забываем что вот эти вот сверху у нас остаются такие кусочки крема и кто сразу желательно слизывать так шпателем снимать это количество хватает один тот который мне 22 сантиметра если даже вы запасом делаете глазури говорю можно заморозить ее прекрасно хранится морозилке таким методом выравниваем торт здесь я не могу сказать что спешить не надо это не крем здесь следите за вот такими вот кусками крема висящими потому что вот у нас уже видите поверхность застывает также торт должен быть стабильным он уже должен простоять в холодильнике хотя бы там 46 часов пропитаться а сесть если конечно у вас времени может быть не хватает на такое в принципе начинка стабильная как она первое этого торта красный бархат торта и вы начали выравнивать у вас может быть вот так вот пошли трещины для такой стабильной начинки это не смертельно можно оставить из трещиной под мастика это видно не будет можно потом еще промазать эту трещину опять же под мастика этого сильно не видно там если у вас не танюх анти слой конечно при мастики тогда этого видно не будет будет вы выравниваете этим ганашем который пополам с глазурью идет более дорогая более дешевая я вижу что легче работать он не так быстро хватается как если вы сделали на более дешевой глазурь это вам такой лайфхак особенно если вы новичок то будет попроще работать так мы убираемся излишки крема сразу не задуваем если вдруг вы на чем выравниваете у вас все-таки остаются такие какие-то выступы из крема не страшно можно горячим шпателем смогут пальцы просто вот так вот теплой рукой так вот поводить несколько раз разговариваете все шероховатости все вход у нас уже уйдет уже штата а это скребок скребок нам покажет где надо добавить для наших здесь выравнивать под мастику желательно очень хорошо чтобы мастика у нас легла красивее если плохо выровнен торт все эти неровности будут видны даже пусть у вас самый вкусный торт но выравнив плохо это будет вам играть минус поэтому смотрите где у вас ровно где неровно вот эти вот пустоты видно сразу что их надо добавлять так забываем про верх слышите как он уже скребется скребок по верху вверх уже застывает прям вообще сам тортик на холодный торт сразу застывает еще почему вот эти вот выступающие кусочки тема сразу надо убирать потому что если вы убрали его застывшим уже и он попадет у вас в общий крем и тогда когда вы будете проводить по торту этот кусочек вам будет так мешать и будет оставлять вам такие огромные борозды которые вам придется потом вручную замазывать удобнее конечно пользоваться поворотным столиком конечно же или если нет поворотного столика возьмите стеклянную тарелку из-под микроволновки она даже кстати очень неплохо крутится сама вокруг себя я ее иногда использую я в основном ее использую при велюре торта если надо покрутить деревянный кто не отмоешь или застилать его там пленка не охота стеклянную тарелку можно легко помыть даже мне этого крема будет много больше останется грамм 100 сильно толстый я тоже не делаю потому что еще мастика будет чем хорош этот ганаш крем под мастику тем что не приторный такой не масло не слышно масло всего 150 грамм если вы просто масса сгущенкой будете делать это будет ждать показа стринит а масло холодильнике во вторых вы пока будете с ним работать уже будет мягчить вот этот вот уже застыл на холодном торте и все уже не липнет даже прекрасно можно оттягивать мастикой последние неровности у нас и принципе выровняли если вы делаете это многоярус на тот будет один на другой ярус ставится не забудьте внимательно очень обратиться к верху сверху должен быть идеально плоским если у вас будет небольшой бугорок вот такие можно выравнивать то есть вообще практически увидите на весь торт все тортик мы выравнили теперь мы выбираем холодильник и пока заниматься мастикой это у нас будет следующем ролике как оттягивать мастикой как делать мастику здесь носки все готово под мастику всегда хочется идеала вот этого уже достаточно под мастику все убираем холодильник ну штук готов